садитесь пожалуйста тема сегодняшней лекции общественный прогресс и общественный регресс или реакция мы с вами рассматривали вопрос развития и выяснили что мы выяснили что такое развитие развитие движение низшего к высшему да вот в отношении низшего к высшему может возникнуть вопрос а что низшее что выше как определить как решить поэтому второе вот определение ли дополнение первому движение простого к сложному она уже объясняет что это движение простого к сложному причем если мы возьмем развитие материи в целом тот каждый следующий момент времени каждый следующий момент времени это что такое это изменившийся это момент изменения мира до всего если мир изменился это что значит это значит что он с одной стороны а сохранился правда так что это мир был мир и остался мир а с другой стороны он уже не такой но каждый следующий arsi Стрела времени идет от низшего к высшему, от простого к сложному, мир развивается, материя развивается. Теперь в развитии, развитие идет, как мы с вами выяснили, каким образом, через борьбу противоположных тенденций. Не так, что все так гладко идет, усложнение идет, а в то же время имеются прямо противоположные тенденции в развитии. Например, вот вы запоминаете и тут же и забываете. Правильно? Чем больше запомнишь, тем больше забудешь. Не то, что совсем все забудешь, но объем материала, если он большой, то, соответственно, больше и забывается. Или, скажем, вы запоминаете на какое-то время, а проходит известное время, в силу замечательного свойства нашего сознания, если не используется то, что вы изучили, то, что вы поняли, разобрали, то оно начинает из памяти само по себе исчезать. Не то, чтобы навсегда, как бы это остается где-то в голове под корки, но это нужно отдельно, как раз, вытаскивать, потому что это непосредственно вот близко перед вами не лежит. Поэтому, какой бы мы ни взяли процесс развития, в каждом процессе развития, наряду с позитивным, имеется и негативный. Вот если человек растет и развивается, и не только человек, а любой живой организм, он в то же самое время и умирает. Правильно? Не в том плане, что это какая-то некоторая беда, а просто смерть есть, так сказать, момент в самой жизни, и поэтому нельзя отдельно выделять или отрывать, скажем, этот момент от жизни, и говорить, что есть жизнь, а в ней есть рождение и есть смерть. И при том, что в это время идет развитие, освоение новых каких-то приемов, освоение новых знаний этого человека, а при этом имеется обратный процесс. Но это касается всех животных, да, все животные, они тоже, в то же самое время, что они сначала являются там совсем крошечными, там, скажем, детеныш белого медведя примерно вот такого, варежку представляет собой. Потом он развивается, все больше и больше, набирает силу, потом он ловит, сам добывает себе пищу, получает соответствующие навыки, ну а потом он потихонечку эти навыки уже ослабевает, теряет эти навыки и так далее. И когда этот процесс идет? Он все время идет, противоположный процесс. Мы сидим с вами за столами, это совсем не животные, это, это что такое вот, зачем мы сидим? Дерево, например? А? Дерево, ну, бывшее. Бывшее, а как это лучше сказать, чтобы было красиво, по-философски? Дескать, взяли деревяшки, чего-то с ними сделали, вот мы сидим. Чтобы было красиво, это называется очеловеченная природа. Правильно? То есть это люди все сделают. Точно так же, как и здесь, все, что нас окружает, это тоже очеловеченная природа. Вот мы сегодня являемся свидетелями такого страшного события, которое произошло в Кемерово, где огромное количество людей находились в центре развлекательном, торговом, покупали, развлекались, причем очень много детей, причем дети и без родителей туда приходят. Но вот сегодня одновременно с информацией о числе погибших, что больше 48 человек, загорел. Уже 53, но вы позже, значит, вышли из дома. Я сделал вывод такой, 53. Значит, на виду с этим появилась информация такого характера, который говорит о том, как это вообще могло произойти. Во-первых, там облицовка соответствующая, горючая. В развлекательном, торгово-развлекательном центре горючая пластмассовая облицовка. Это раз. Что вообще недопустимо. Во-вторых, это утеплитель, который там есть, тоже горючий, хотя вовсю в строительстве используется утеплитель стекловат или минеральная вата. Это, по существу, камни. Только камни превращены в волокна, и они, вот, наверное, вы видите, стены покрываются. Сначала строят довольно тонкие стены, потом эту самую минеральную вату, потом плитки, которые загораживают, закрывают эту минеральную вату, и дом готов. И он теплый. Значит, это в обычных домах минеральная вата. А тут торгово-развлекательный центр. Здесь там всяких много учреждений, всяких аттракционов. И там тоже горючий утеплитель. Но самое печальное, что вот стали выяснять, а контролирующие органы-то какие-то были, и вот там проверяли, потому что, ну, пожар, что должно быть во время пожара? Ну, что вот там у вас наверху? Скажите, пожалуйста, вот это. Датчик, да? Ну, датчик должен действующим быть или бездействующим? Бездействующим. А чтобы он был действующим, надо его проверять сейчас? Проверять. А вот наш премьер-министр под предлогом «не надо кошмарить бизнес» придумал каникулы для мелкого бизнеса. И вот сегодня передали, что а почему не проверяли-то? Почему там ничего не сработало? Никакая сигнализация, никаких огнетушителей. Двери закрыты. У нас тоже стали все видео закрывать. Прямо такие вот. Все закрывать, закрывать. Я говорю, хорошо? А что здесь закрывать? Вот объясните мне, зачем здесь закрывать? Чтобы вы не выпрыгнули, что ли? Или кто сейчас ворона залетит? Ну, я понимаю, есть там компьютеры, там какие-то еще другие сложные приборы. Вот у нас эти аудитории у нас не закрывались. Вот они. Ну и потом, почему студенты должны сидеть в коридоре? А почему нельзя сидеть в аудитории? Пока вот не придет, преподаватели откроют. Такие бедные родственники сидят в коридоре. А это называлось раньше рекреацией. Выход к окну, к свету. Там света нету и так далее. Это вот манера закрывать. Кто это придумал, манеру все закрывать? Чтобы были в темноте и в духоте. Ну, вы в школе учились, там был рекреационный зал, да? Да, выходите как? Ну, там святые стоят и так далее. Можно передохнуть. А здесь вам не надо передохнуть. Вот сидите там, поставили тумбу. И сидите. Бедные родственники. Кто у нас главный вообще в университете? Студенты должны быть главные в университете? Я правильно понимаю? Нет? Ну, так а что студенты? А здесь вот как бедные родственники здесь. Сидят там на приступочках. Там один деканал, там директор. И оттуда все сидят. И пустые аудитории. Я уже давно вот в этом здании работаю. Я аспирантом здесь был. Ну, вот я скажу, вот недавно я взял ключи от 130-й. И оказалось, что я там вообще никогда не был. У нас много чего закрыто, и все это пустует. И в то же время мы тут теснимся. Это удобно же за столом. Наверное, лучше заниматься, чем просто на вот этим самым вещах. Ну, вот мы наблюдаем. Здесь уже придумать, понимаешь, каникулы. Чтобы не кошмарить бизнес. Это не кошмар вот то, что у нас сейчас происходит. Что столько людей сгорело. Но если бы, скажем, вот этого не было, этих каникул, то я думаю, чтобы все бы должны были бы сесть в тюрьму, те, которые проверяли и ничего не нашли. Которые проверяли и посмотрели, что это горючее. И оставили. Посмотрели, что утеплитель горючий, и оставили. Но мы тоже можем так сказать, что, а вот еще бывает. Вот видите, строят, а бывает. То есть с одной стороны борются с пожарами, да? А с другой стороны пожары там и там возникают. А мы это что, не знаем? Мы что, не знаем, что пожары то там, то там, то сям возникают. Причем пожары в наше время, когда люди решают вопросы приобретения земельных участков, освобождения земельных участков, являются средством понизить стоимость земельного участка и принудить его владельцев к тому, чтобы они это продали. Вот вы по пригороду, если походите в Ленинграды, в Санкт-Петербург вы были и видели, сколько сгоревших. Они сами сгорели или подожгли. А объясняют это электропроводкой. Дескать, электропроводкой. Даже там, где вообще не было никакой электропроводки, тоже объясняют электропроводкой. Хотя мы знаем совершенно однозначно, что это целая охота. Сожжены детские всякие учреждения, бывшие в области, дома, такие детские лагеря и так далее. Но они так и стоят разрушены. Почему? Потому что те, кто из Глини, недостаточно юридически грамотные были и знали, что это оформить нельзя в собственность частную. Они могут только для таких же целей использованы быть и все. Поэтому, а раз так, то они такие вот стоят в грошенном, полусгоревшем виде. Или я вот специально изучал ситуацию в разливе на Советском проспекте, около там, дом 96. Там было 9 объектов. Прилежало это все в садику. Был хороший двухэтажный дом с маленькими такими лесенками, с соответствующими перилами для детей и так далее. Этот дом вдруг был отобран у детского сада. А как это делается? Ну, как сейчас делают, как УЗО соединяют. А вот мы поехали со своим коллегой, полковником милиции Гавшином, в детский садик. Вот и спрашивали, а как это у вас исчез, вот этот объект? А очень просто. Два детских садика соединили. А потом спрашивали, а зачем вам два детских? Два, а здесь, на лето два лагеря. Просто садик один. И этот один садик передали. Куда? Есть такое пригородное есть, такое специальное учреждение. Это пригородное учреждение потом передало некой организации на Невском 20. Мы в этой организации были, говорим, а вы какое отношение к этому вещь? А мы прокладки, мы потом другим отдаем. И так далее. Потом на этой территории все объекты, кроме одного, были сожжены. В итоге стоимость оставшегося оказалась где-то порядка 28 тысяч. Вот за эти 28 тысяч этот приобретается. потом к всему как бы относится земля. Земля там очень много земли. На много, на многие тысячи долларов. Ну и соответственно, ну надо сначала вот один год она берется в аренду, а потом она оформляется в соответствии с этими самыми теми домами, которые остались. Один остался, вот к нему она и принадлежит, так сказать, относится. Оформлено, и все, пожалуйста. Потом все это остановилось там, видимо, потому что в тюрьму посадили Кумарина, лидера тамбовской группировки, и все там застряло. Из того, что все застряло, вот я сделал вывод, что, наверное, это люди Кумарина этим и занимались. А некоторые граждане у нас говорят, давайте не будем кошмарить, давайте не будем проверять. Я скажу, проверять не только по плану. Вот я буду вас проверять, когда точно знаю, что вы придете. А вы точно знаете, когда я вас буду проверять. И что за верт. Смысл-то проверок как раз в том и состоит, чтобы это все время должно быть, а не тогда, когда приходит проверочная комиссия. и так далее. Ну вот мы, что мы наглядываем, вот такой негативный факт. Мы можем сказать, вот у нас тут все развивается, хорошо, вот дети у нас все больше и больше развлекательных центров, им есть куда пойти, и есть где сгореть. Это, так сказать, это что, прогресс или регресс? Сегресс. Сегресс. То есть вот противоположное движение, вот оно налицо. У нас таких регрессов много, а вы, наверное, знаете, что целое селение сгорает. Как такое может быть? Что вот вы вдруг читаете, что вот сгорело все селение, потом приходят, власти говорят, ну ничего, мы вам не построим новые дома. И строят. А что значит власти построить новые дома? Власти, соответственно, выделяют деньги, деньги идут тем, кто строит дома, и вот эти люди, которые строят дома, получают прибыль. Так? А люди, они мыкаются вот все это время, пока строят. И потом, они переезжают в эти новые дома, уже освобожденные от прежней мебели, прежних вещей, от всего. Не все, правда, переезжают, но будем считать, что вот переехали. Спрашиваются, а как может быть, что вот сгорело вот село? Как это может быть? А вот это пожар был в лесу. А как может быть, что село не отделено от леса? А что, трудно сделать, чтобы пожар с леса не перекидывался на село? Что для этого нужно сделать? Скажите, пожалуйста. А? Нурвы. Да, Нурвы-то мало, потому что есть еще верховое. То есть надо сделать, пропахать такую полосу, если надо, полкилометра. Ну, чтобы никакой вот верховой огонь не перекинулся на жилы. Ну, что для этого сделать надо? Это же не могут сделать там, старушки, какие-то пожилые люди, которые живут в этом селе. Это надо, чтобы государство прислабило так-то ра, так, с плугами. И пропахали, и все. И не надо этим всем заниматься, и не надо это все строить. Вроде строить, это же хорошо. А когда сгорает, это плохо. Может быть, это не надо делать. Или, если вы помните, наводнения были большие в горных, в горном селе. А почему? А потому что там поубирали деревья на склонах, которые задерживали мощные потоки. И как пошел, пошла вода, и значит, что это? А почему деревья? А потому что вырубают. у нас вырубается законным образом лес, или очень много вырубается незаконным образом? И что? И что у нас нет ни судебной системы, ни следствия, ничего? Мы знаем. Кодекс специально есть. А? У нас, по-моему, даже кодекс специально есть связан с всеми этими делами. Кодекс есть, а ответственности нет. Это положительная тенденция или отрицательная тенденция? Это не значит, что мы, когда мы берем противоречивое явление, не значит, что мы должны взять и зачеркнуть положительное. Но мы не можем не видеть и отрицательного. Правильно? То есть правильный взгляд противоречий должен показывать, а истинный взгляд. Как оно есть? А не так, что давайте мы одну сторону покажем, другую нет. Вот я вот на вас посмотрю, вот так все хорошо сегодня выглядите, хорошо скажу. А недостатки есть у вас? Есть. А недостатки? Они проявляются ведь в действиях отрицательных. Если они не проявляются в действиях, то их нет. Но вы твердо знаете, что у вас есть недостатки. Значит, вы что-то антиобщественное ведь совершаете. Ну, давайте будем разбираться, что вы антиобщественно совершаете. И начнем копать, копать, копать. И забудем про все остальное. То есть всякий односторонний взгляд, односторонний взгляд на противоречие, он, с одной стороны, правильный, правда? Потому что он действительно есть. Вы точно так же можете сказать, а у вас, Михаил Васильевич, есть недостатки? Давайте сначала с ваших начнем. Как говорится, посмотрим, как у вас это будет разворачиваться, потом уже к моим перейдем. Вы, наверное, больше накопили за время жизни. И так далее. Поэтому понимать вообще, какое бы то ни было развитие, не беря противоположные тенденции, вообще нельзя. Во всяком. Например, вот победа в войне. что значит победа в войне? Положительное действие? Положительное. С какой стороны? Сво всех сторон положительное действие. Но победа, это победа. Потому что иначе было страшное дело. Был бы фашизм, вас бы не было. И меня, наверное, не было, хотя я родился в 45-м году, когда заканчивалась война. Уничтожили бы население. Вот сегодня сообщали, как в 99-м году, только что в газете сообщают, как НАТО напало на Сербию. Может быть, вы это не знаете. Я тоже уже не очень помню. А вот фотография, тут пляшут сербы, так сказать, все здесь на остатках сбитого американского бомбардировщика, который бомбил их в Сербии. Сейчас же много там стран вместо одной Югославии. Что там теперь? Сербия, Македония, Хорватия, Черногория. А? Словения. Что еще? Словения. Словения. Видите, как много? Как хорошо. И все. Как много стало. И какой они все роли играть? Никакой. По разным оценкам число жертв. Значит, 19 лет назад, с 24 марта по 10 июня 1999 года были нанесены авиаудары натовскими войсками по Белграду, Ниши, Новесаду, Приштини, Метровице, Подгорице и другим населенным пунктам. При этом у нас падение НАТО на бывшую Югославию была еще одна страшная особенность. В ходе бомбежек погибло больше мирного населения, чем военных. По разным оценкам, число жертв среди гражданского населения достигло 1700-2500 человек, тогда как среди военных до 1200 человек. гибель людей сопровождалась патетическими заявлениями натовцев про ценность человеческой жизни. А с другой стороны, вот эти страны, там развивается культура, наука, экономика, строятся самолеты, в том числе бомбарировщики, в том числе бомбы производятся, потом раз бомбы сбрасываются. Причем это уничтожение государству, которому явно никак не может противостоять, никак не может противостоять блоку НАТО, в который входит Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Германия. Ну, это просто налететь и растоптать небольшое государство. Но значительное государство Югославии, правда? А сейчас они незначительные все. Поэтому, если они там что-то пытаются самостоятельно решать, им потом время от времени окрик следует. Дескать, не будет у вас тут проходить газопровод, хотя хоть бы вы и договаривались, и все. И не могут этому противостоять. И что, к чему это дело привело? Это 19 лет назад было. А потом точно так же вот эти культуры, культурные страны, в которых действительно развитие культуры и идет развитие культуры, да? И науки, и производство, и население, говорят, хорошее. За границей так все хорошо обставлено, и в войну их не бомбили. Вот почему-то нас бомбили, а их не бомбили. Они взяли и сдавались, потому что они не очень-то боролись с фашизмом. Та же Франция. У нее была сильная армия. Она раз-раз и все подставала и другие страны. И там очень хорошо 1200 года еще здание XII-XIII века. Той же Бельгии, например. А зато сами они участвуют в уничтожении других стран. С Ираком какая была история. Дескать, вот показывают пробирку Колин Пауэлл. Что, дескать, там, где в Ираке вроде есть оружие массового поражения. Прием, проверим. Прилетели, уничтожили страну самостоятельную. Причем страна какая? В Ираке какая была страна? Это же не борьба, скажем, связанная с политикой такой, что капитализм против социализма. Мне нравится им социализм, я ее уничтожаю. Ну, в Игорьславии это была буржуазная страна, Ирак. Буржуазная страна, там избран президент, демократически избранный был Саддам Хусейн. Вам нравится Саддам Хусейн? Я тоже плохо знаю, не наш президент, мы его не избирали, мы избирали его в другой стране. Прилетели, повоевали, повесили президента, сняли на мобильный телефон, как его вешают. Семью уничтожили, внука застрелили, все, демократия устремлявала. Что это такое? Это что это за действие? Это мы можем рассматривать как позитивное действие? Это как оценивается? Это оценивается как фашизм, причем фашизм на экспорт, то есть внутри-то США нет фашизма, нету, и внутри Англии нету, и внутри Франции нету. Как только они выходят из своего дома, так начинают уничтожать демократические государства, демократию. А что такое уничтожение демократии? Фашизм это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шаминистических элементов финансового капитала. У них есть финансовый капитал? Финансовый капитал это банковский сращенный с промышлением. Есть. Вот этот банковский капитал, он требует таких действий, внутри все хорошо, внутри они просто много оружия, они друг друга стреляют, недавно убились, то есть один видит там фестиваль, много народа шумят, он взял и 170 человек убил в Соединенных Штатах Америки. Вот на это настоящая демократия, у нас такого не может быть, у нас сразу приходят начинают привлекать к ответственности и застрелить этого самого негодяяя. Он просто набрал себе оружие, приносил его совершенно свободно в коробках туда, десятки автоматов, пулеметов и стрелял, как будто это вот мишени такие. После этого стали разбираться давайте запретим чтобы оружия не было вот так в основном порядке. Не всех же там и даже не 50% у кого это оружие? У богатых прежде всего, оружие дорогое же. На ваши стипендии оружие не купишь и на мою зарплату тоже. Кто вооружен в Соединенных Штатах богатые вооружены а у нас думаете нет закона об оружии? Есть у нас закон об оружии? Вот я могу создать ООО? А я и создавал. я был долгое время собственником ООО. ООО редакции где-то народной правды. Значит, если я прошел курсы, а я частных охранников, а я прошел, у меня есть свидетельство, что я прошел. Надо приобрести лицензию на ООО. ООО может создать один человек из одного человека. Вы хотите втроем создадим с вами? Причем в течение трех дней зарегистрируем. Нет проблем. Вот это ООО может взять в аренду оружие. Для этого что надо сделать? Надо шкафы соответствующие там, чтобы это закрывалось. Но это кто может сделать? Ну, кого деньги есть? Пистолет Макарова получим. Какое травматическое, боевое. По закону об оружии можно боевое получить. Получите вот у нас будет люди обученные специально. Не каждому дается, а те, кто прошли курсы соответствующие. Вот я проходил на курсы, до этого я сколько не стрелял, когда был на военных сборах. Даже мне сказал тот товарищ, который мне давал патроны, говорит, нахолазь здесь давайте учите лекции читать, не надо стрелять. А на курсах я был, там выдали столько патронов, что я настрелялся спокойно в девятку, десятку. Ну вот у нас такая возможность тоже есть, так она не открытая такая, так население не может перебрести, а вот население может травматическое. А что значит травматическое? Вот глаз, если вам выйдет, обрадуетесь, вы травматическое. Что, хорошее что ли? То есть кто-то приобретает травматическое, а кто-то жертвой будет травматическое оружие. Вы будете просто с ним спорить, он достанет пистолет и выстрелит вам в глаз. Хороший аргумент. Сильный аргумент, правда? Да, лучше без таких аргументов. Ну это же что мы наблюдаем? Говорят, это зато вот это способствует. Чему это способствует? Это прогресс, то что у нас по закону об оружии можно получить оружие. Ну вот таким путем как. Или травматическое это просто гражданин может получить. Хоть не такое, что оно дешевое, но могут приобрести даже трудящиеся. Это травматическое оружие. И другая ситуация. А другая ситуация, если это какое-то регистрируется предприятие, любое, то зарегистрировав предприятие, можно получить доступ к боевому оружию, и у вас будут охранники частные. А охранники частные кого слушают? Они никого уже не надо слушать, кроме того, кто у них хозяин. Если вы у меня охранник, какие задания вы должны выполнять? Вы будете себя плохо вести, стреляйте в нее. С радостью вы стремитесь. Если плохо будет учить философию. Не буду вас брать, чтобы вы не стреляли в нее, а передумали. Ну как решают люди богатые? Они так и решают. Частная охрана. Вы можете попасть на какое-нибудь предприятие? Кто его частная охрана. Причем из опыта своего могу сказать, что я работал в институте повышения квалификации, у нас там поставили вдруг. Вот как у нас вахта стоит, потом, раньше же не было этих охранников, которые там есть вахты и охранники, были только вахтеры, бабушки, которые сидели на всякий случай, мало ли что-то где-то, или загорится, или что-то потечет, или люди придут, скажут, надо созвониться с соответствующими службами. Нет, теперь у нас появилась у нас там частная охрана. Меня спрашивают, вы куда идете? Вы к кому? Я к себе. А вы тут что делаете? Я говорю, вас первый раз тут вижу. Я тут вот нахожусь с 1963 года в университете, а вы тут недавно появились, что вы меня спрашиваете, к кому я иду? Ладно, значит, прошел. Сделали список. Теперь, значит, у нас всех пропускают. Летом мы все со всех кафер отнесли вниз в эту охрану в комнату специальную и так далее. Осенью приезжаем, корочки этих, кожура от этих компьютеров осталась, а все ценные. Взятые, унесено, и фирмы то и нет, и до свидания. И что? А ничего. Потому что днем охранник, ночью бандит. На двух работах работает. А кто туда в эти охранники идет? Вы пойдете в эти охранники? А то заставят стрелять кого не надо. Зачем? Не пойдете. А кто туда идет? Какие люди такие считают необходимы туда идти? В том-то и дело. Откуда они берутся, эти охранники? Частные охранные структуры ходили банды, а теперь некоторые банды могут превратиться в частную охранную структуру. И все с удостоверениями и со всем прочим. Это мы как бы с вами рассматриваем вот эту тему, эту тему прогресс и регресс. То есть куда мы не бросим свой взгляд, мы должны везде видеть противоречия. Если мы не видим противоречия, видим только прогресс, значит мы вот похожи на дурачков таких. Знаете, они все время улыбаются, что бы ни было. Все что-то рассыпается, разваливается, кому-то плохо, они все улыбаются и весело так себя смотрят. Или наоборот, если мы будем подмечать только плохое, значит я сейчас начну копать, у кого чего есть плохое. Вот ходят такие люди и все время что у вас еще есть плохое, а у вас, а у вас, а у вас, а у вас. Это что такое? Это тоже искажение действительности. Значит какой вывод отсюда? Вывод такой, что нужно изображать развитие как противоречивый процесс. И как противоречивый процесс надо в нем обязательно видеть позитивные тенденции во всем их богатстве и содержательности. И точно так же видеть негативные тенденции, потому что чем чревато то, что вы не видите негативные тенденции. Вот возьмем очень крупный пример. Советский Союз большая страна, великая страна. И вот сегодня нам рассказывают люди, ну совсем темные в области философии, что он развалился. Тоже рассказывали, что такое сильное государство, такое мощное, которое победило фашизм немецкий, которое построило, все восстановило народное хозяйство, в котором в 50-х годах темпы роста были 10% производительности труда, которая вывела человека в космос первый, которая спутник первый вывела в космос, которая создала такой ядерный и ракетный щит, что Россия нынешняя пользуется и до сих пор никак не может ракеты заменить. только еще Владимир Владимирович показал, будем на воеводу заменять, а что заменять, а сатану, а у сатаны сколько разделяющихся боеголовок, которые стоят у нас сейчас на вооружении, межконтинентальная баллистическая ракета советская, которая нацелена на соответствующие объекты Соединенных Штатов Америки, сколько боеголовок, стесняются сейчас, вы не знаете, потому что вам не сообщают, потому что получается сейчас не очень красиво, потому что там 10 боеголовок разделяющихся, а самая современная наша ракета Ярс, которая есть на вооружении, пока еще вот эти новые воеводы еще не поступили, не установлены, она 4 только имеет разделяющиеся боеголовки, в чем разница? Разница в том, что если 10 в разные стороны пойдут, как их остановить? А тополь моноблочная, вот одна, только одну уже американцы научились сбивать. И вот как получилось рассказывать, что Советский Союз развалился, вы верите, что он развалился? Взял вот и развалился, это что, саморазваливающееся общество, что ли? Саморазлагащийся, как есть упаковка такая, знаете, для молока, в Новгороде делают, вы это молоко-то вылейте оттуда, упаковочку положите на солнышко, она через месяц вся истлеет и все, и будет удобрение. Хорошо? А вот эти пластмассовые, которые считаются как бы новым, современным, прогрессивным, вот у нас внизу, в столовой, сколько лет они будут? Жить? После нас? После нас сколько будут жить еще? Не меньше двухсот лет, а? Не меньше двухсот лет, двухсот лет, двести лет, тут есть кто планирует прожить двести лет, нет? Вот один, вот вы будете потом собирать эти все, поранили. Кому-то же придется, а? Кому-то же придется, ну вот, вот это наш герой, мы его оставляем, пусть он займется вот этими, сейчас уже есть такие острова в океане, которые миллионы квадратных километров, с этих бутылки туда, сейчас сажим, а бумажные пакеты, а бумажные пакеты, они растворились и все, ну если в лес попала бумага, что с ней будет? Ничего не будет, не будет скоро бумаги, так что, Советский Союз какая-то бумага что ли такой, отличная такая, государство, которое саморазлагащийся, само, прямо все как один говорят, развалился Советский Союз, развал Советского Союза, вы верите, что он развалился сам? Ну сам-то не бывает же так, во-первых, во-первых, можно сказать о том, что вот одна и та же, одно и то же событие, скажем, победа в Великой Отечественной войне, и война вот эта гигантская, которую вынес народ Советского Союза, очень значительно подорвались силы народа, правда? А сколько погибло в войне в итоге за войну примерно? 6 миллионов. А? Сколько? 30. Вот так, один, вот сидят двое, одна говорит 6, вторая, она говорит 30. сказал Сталин, 6 сказал Сталин, вот, сказал, в том 20 тысяч было, в том 20 тысяч было. Нет, значит, нет, есть люди, которые, это есть военные, которые погибли, потом считали, пересчитывали, порядка 9 миллионов погибло военных. Это примерно столько же погибло военных и с немецкой стороны. Но, дело в том, что наша-то армия не занималась тем, чем занимался, чем занимались фашисты, когда они уничтожили мирное население. Поэтому мирное население было уничтожено очень много общей сложности. если взять 9 миллионов военных и дальше гражданских лиц, всего 20, примерно 27 миллионов человек. Потери Великой Отечественной войны. 27 миллионов. А это лучше или худшее или среднее, как вы считаете, вот кто прежде всего, вот кто в атаку шел, самый смелый или самый боязливый и трусливый если в атаку. Как вы считаете? Ну, то есть люди такие вот самые боевые, самые энергичные, самые твердые, самые принципиальные. То есть война уничтожила же жизни не просто людей, это самых самых лучших людей. Скажем, коммунистов сколько погибло? Можно так сказать, вот те самые коммунисты, которые коммунистические погибли, менее коммунистические меньше их погибло. То есть анекдот такой, политруб кричит, говорит, орлы в атаку. Потом смотрят там в балочке пять человек сидят, не идут, а вы чего? А мы не орлы, мы львы. Хотя, говорят, дрался как лев, да? А эти сидят, мы не орлы. Ну, это факт, что это колоссальный урон нанесен. Причем, ну, кто спас человечество от вот этой фашистской чумы? Прежде всего Советский Союз. В этом участвовали на завершающем этапе Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Ну, в общем-то, и все, и какое-то количество уже людей там из Франции. Потому что Франция, как государство, она сразу упала. Она не сражалась как следует, как надо было сражаться. Только Советский Союз внешне... Вы видите, сейчас вот нападают на Россию. А на Советский Союз сегодня нападали так. И санкции, и давление, и запугивание, объявление страной-изгоем. Наблюдаем мы такое сейчас, наблюдаем. А нам рассказывали, что, я скажу, не будет там социализма, тогда будет дружба, мир, дружба между странами. Вы капиталистический, я капиталистический, давайте дружить. Но если вы капиталистический, я капиталистический, у нас тогда что, соревнования что ли, социалистические, или конкуренция? А конкуренция, кто должен из нас двоих выжить? Что, вы? Опустите свою руку, я должен выжить, а вы должны умереть тогда. Экономически. Как неправда? Как неправда, если я с вами конкурирую? Объясните товарищу. Он не понимает. Палка двух концов. Чего? Палка двух концов. Вот это я двумя концами с вами буду и конкурировать. И первым концом, и вторым. Раз она палка двух концов. Ну как, а в чем смысл конкуренции, вы немножко понимаете, товарищи конфликтологи, конкуренция в чем состоит? Вот если у нас соревнование социалистическое, я вам показываю, как я этого добился, а вы как, и вы этого добились. И мы вместе быстро продвигаемся. А если у нас с вами конкуренция, или я выживу, или вы выживу, и я должен вас съесть. Ну я могу вас съесть так, что я даже на работу вас возьму, но вашей фирмы не будет. Значит, вы мне сильнее, соответственно. Да, естественно, я сильнее. А говорят, поддержим мелкий бизнес. Как его поддерживать? Беру за шкирку и так его топит. Ну как можно? Сильнее, если я сильнее, как могу я вас поддерживать? Если у нас конкуренция, подумайте сами. Что у вас есть? Отдавайте все сюда и идите, выметайтесь отсюда. Не так разве конкуренция делается? А если вы сильнее меня, тогда, а что вы молчите тогда? Я вам уже что вам наговорил? Стрекорба. А вы все сидите скромно. А почему? Потому что я сильнее сейчас. А вы дождете, подождете, где я к ней, там, ослабно, раз у меня по голове где-нибудь. И победили в конкуренции. Это конкурентная борьба. Ну как может быть? Как вы понимаете конкурентную борьбу? Или я продаю свои пирожки, или вы? Давайте вдвоем продавать. Не буду я с вами вдвоем продавать. Я сначала у вас, я сначала буду подешевле продавать свои пирожки, вы разоритесь, и потом я буду продавать все в три раза, в три дорога. И буду я монополистом. Вы что, не знаете, что за конкуренция идет? Монополия. Монополия. Не государство. Что? А для ФСИ нельзя быть монополистом, если вы не государство. В ФСИ что вы сказки-то рассказываете? А вот так вот. Кто такое научил? Я вам, как вот профессор, пока федераль экономики и права, доказываю. Нет, в каждой стране капиталистической для выставки, для таких, как вы, наивных людей, есть антимонопольные комитеты. И везде господствуют монополии. Везде господствуют монополии. А это для того, чтобы вы верили в это. Чтобы вы, так сказать, думали, что вас никто не съест. Вы будете обращаться в антимонопольный комитет. Обращайтесь. Пока вы обращаетесь, вас уже нету вашего предприятия. У нас кто занимается? Артемьев, он, знаете, в Яблоке был раньше. Видный деятель Яблока. Мелкий бизнес. Вот он, значит, его поставили на этот пост антимонопольный комитет. Ну и что, у нас нет монополий в России? Смешно даже. Монополий развивается... Ну, какие, например, если не государственные? Что? Не государственные, какие, например, будут быть монополи? Не государственные? Американские? Пожалуйста. Вот все, форум моторском поле. Есть, пожалуйста, существует. У нас странный монополий, у нас господство. Вот смотрите, у нас было, было большое, крупное государственное предприятие АвтоВАЗ. Да? А сейчас, чье это предприятие? Ну, кто съел это предприятие? Кто? Кто был? Кто съел предприятие? Не знаете, кто съел это предприятие? Так, а кто думал? Ну, значит, у нас маленькие монополии, то приходят другие люди из других стран и съедают. Это теперь Рено, Ниссан. Контрольный пакет Рено, Ниссан. Это какая компания теперь? франко-японская или японо-французская, как вам нравится больше. А там 40% Ростехнологии. То есть, вот сидим мы с вами 40% как бедные родственники, а вот эти вот из Франции, вон те Японии и решаются. А мы, они решают кого? Руководителем, они решают платить ли нам дивиденды. Вот если у меня, я миноритарный акционер, у меня 40% и от Ростехнологии, вы можете, а вы вот тут сидите, вы Рено, а вы Ниссан. И приняли решение не платить дивиденды. Что я могу сделать? Ничего. То есть, я как дурак эти самые средства вложил в это предприятие, тем более, что это предприятие было изначально российским, так? Вот ездил, Владимир Владимирович на желтые колени рекламировал. Какое он рекламировал предприятие? Он еще рекламировал российское, а после как рекламу ему дали, его и съели, это предприятие. То есть, рекламу увидели, кто увидел? Крупные, монополистические, акулы, и съели это предприятие. А после того, когда съели, значит, нам вот, никто мне прибыль не дает, дивиденды не платят. А почему? А очень просто. Вы все себе сделали зарплату, как груденец, по 24 миллиона в год, или по полтора миллионов в месяц. И все идет под видом зарплаты, вся прибавочная стоимость, вся эта прибыль и ушла. А нету, как бы, прибыли. Просто зарплата. Вы имеете право зарплату установить себе? Какую зарплату вы себе установите? Я думаю, вам идет где-нибудь миллион на два, не меньше. Побольше. Ну, пять. Да не жалко. Пять будет. А вам сколько надо? А вам нисколько не будет. Нисколько вам не будет вообще. И в частные охранники вас не возьмем. Конкуренция у нас. Но надо тоже понять, что такое конкуренция. Конкуренция это положительное дело. Для развития способствует развитию? Способствует. Вот сильные выигрывают, слабые проигрывают. Раз слабые, вы проиграете и пропадете. А я сильный, и я буду процветать. Или наоборот. Я слабый стал, а вы стали сильный, я пропал, а вы процветаете. Это же хорошо. Мне-то плохо, а вообще-то хорошо же. То есть, конкуренция сыграла положительную роль в развитии общества или нет? Но мы же сейчас что с вами рассматриваем? Мы с вами расстаемся с таким пониманием развития, в котором есть один прогресс и нету регресса. Вот есть во всем. Почему говорят, я добился победы над вами? Добился. Это что такое? Расшепройте мне это слово добился. Пил очень. Много и часто бил. Кого я добил-то? Много курил. Кого хотели. Вы читаете по тексту. Вы что говорите? Добился. Вся это что такое? Себя. Вот. Вот она умеет читать. А вы не умеете читать. Себя я добил. Я добился. Победа над вами. И пришел такой вот. Потому что я ся добил. Ся. А она такая радостная, молодая, красивая, продолжает жить, а я добился. Это добился. Это и означает. Почему говорят? Добился. Как вы видели там некоторые побеждают на, так сказать, на Ольбеке. И вот они прибегают и рухнут. А некоторые гимнастки добились себя так, что они уже никогда и ходить-то не будут. Потому что у них перелом позвоночника. Она же летает, а потом падает и все. Добилось. Так что, а вы знаете, что в спорте вот вроде взлет-взлет и все, попал человек. Добиваются победы. Добиваются себя в ходе победы. Вот такая штука. Поэтому, так вот, мы сейчас наблюдаем против буржуазных стран. Против Югославии, против Ирака, против Ливии, которая ничего им плохого не делала вроде Ливия, никому НАТО ничего плохого не делала. А что такое Ливия? В Ливии было бесплатное образование. В Ливии была бесплатная медицина. В Ливии молодым людям, которые вышли замуж, женились, им предоставляли сразу деньги для того, чтобы они сразу могли жить семьей, квартире. А потом, так сказать, потихонечку они это отдавали. прилетели, разбомбили, уничтожили и законно избранного президента разорвали на куски. Есть такое государство Ливия сейчас, а его просто нету. Все, нету его, уничтожили. Ну, Россия, вот она большая. Почему говорят «великая страна»? «Великая» это как переводится на русский язык? «Великая» это большая. Большая страна. Вот я был на круглом столе в Европе, посвященном фашизму. В Греции это было, в Афинах. И там передо мной выступали товарищи из Украины и других мест приехавшие из Югославии и рассказывали, что творят, так сказать, крупные империалистические страны не у себя внутри, а во вне, когда они начинают выходить за пределы своих границ. Как они игнорируют вообще интересы других стран и как они нарушают элементарные демократические нормы. Ну а мне дали слово последнее, потому что даже подозревали, что я, наверное, скажу, кто это делает, товарищи организаторы. А я в конце и сказал, говорю, что вы так все рассказали, а кто это делает? Это же делает Соединенные Штаты Америки. А почему вы думаете они ничего не говорят? Потому что я приехал из России, меня-то не съедят, а их-то съедят. Ну вот возьмут и раздавят Бельгию это в одночасье. Бельгию раздавить ничего не стоит. Хоть там и король есть, там король есть. Традиции там, там НАТО как раз, Совет НАТО собирается. Ну найдут другое место, Бельгию уберут, и будет в другом месте Совет НАТО. А Голландия есть. Сказали, у вас там, в вашей демократической стороне, Филиппинское освобождение там базируется, которое борется за освобождение Филиппина от американской оккупации. После вот этих двух башен взрывов Близнецов американцы сказали, или вы убираете теперь отсюда всех вот эти все эти движения, которые у вас там базируются, или вы, мы против вас. Кто не с нами, тот против нас. То есть против него мы. Все те все убрали. Ну как они могут выступить против американского фашизма? Ни хак. Сидят. Мы уже показали, сколько вам надо? Три раза уже показали. Вам надо показать четвертый? Вот четвертый Янукович, избранный был президент. Избранный. Всем известно, что пять миллиардов долларов было потрачено на то, чтобы подготовить этот военный переворот. И как получилось, что Януковича не не растерзали и не застрелили? Не знаете как? Он же убегал от этого оттуда и выезжал из Киева с охраной. Законный президент. А за ним гнались и ловили его. И чем кончилось? Не знаете? О чем не знаете? А прилетели самолет и вертолеты из России посадили его на этого самого Януковича на вертолет и увезли в Ростов. И все. А иначе бы его так же растерзали и убили. Вот вам нравится Янукович? Мне, например, не нравится совершенно. Ну, не я его избирал, но это в Украине его избрали. Где-то выбор, буржуазный выбор. Мне и буржуазные выборы не нравятся. Но это не мои выборы, не я же выбирал. Вы не выбирали Янукович? Нет, я не выбирал. Какой он? Американцы это не их президент. Это не их. Выбирайте Трампа, там разбирайтесь. Трамп или кто-нибудь другой. А как вы думаете, что вы сделали сейчас с осадом, который избранный президент в Сирии, если бы не действие России по поддержке законного правительства Сирии? Что вы были бы осадом, что бы с вами было? Я бы был в минусе. В минусе. Не было бы вас в минусе. В каком вы были в минусе? Не совсем понятно. Кто уничтожил светские государства в Ближнем Востоке? Ирак был светским государством или мусульманским? Светским. А теперь? Мусульманским. О, хорошо. Вот начинается ИГИЛ. Теперь Ливия была светским государством. Она называлась Ливийская Арабская Социалистическая Джамахерия. Ничего там социалистического не было, потому что хозяйничали иностранные монополии, они добывали нефть, ну и Иракцам они платили часть, часть, ливийцам часть средств оставляли. А потом решили, а зачем мы будем оставлять? Сейчас мы захватим это все. Думаете, сейчас ливийская нефть нигде не продается? Очень дешево продается. Она как бы незаконная. Ее добывают, отправляют на кораблях. До каких-то точек доходят как незаконная, а потом уже ее переливают и потом она идет уже как законная. Вы бы хотели купить подешевле или подороже, товарищ коммерсант? Вы хотите подешевле? Вот они теперь совсем дешевая ливийская нефть. Красота? Это же хорошо. В отрицательном тоже же есть что-то положительное. Зато дешевая нефть ливийская. Вот такая штука. А у нас демократия или не демократия в России? демократия демократия всегда формальна. А что вы думаете, бывает такая демократия, которая не представляет свою диктатуру? Всякая демократия буржуазная это диктатура буржуазии. Это неизвестно вам формально. Все в форме ходят, никто же не ходит безформенный. Вы же не хотели быть безформенный. Это нормально совершенно. Все. Фомируется. А какое-нибудь бывает государство не диктатура? А государство социалистическое не диктатура рабочего класса? Тоже диктатура. А все дальние это не диктатура помещиков. Там вообще вот если вы сейчас были крепостной крестьянкой, ваше дело хлеб убирать. А мое дело как? Если я помещик, мое дело служить. Я родину защищаю, а вы не защищаете. Вы работать должны, и все. Потом решили, что можно уже солдат набирать на 25 лет. Так, не возьмем. Парней возьмем. 25 лет вас. Там кормить будут. Все на полном обеспечении. Песня такая есть. Как пришел солдат, который отслужил 25 лет, и приходит видеть, на крыльце стоит молодая жена его. 25 лет он ее не видел. И он так грустно говорил, да, жена хорошо жила. А она ему отвечает, что я не жена твоя, дочь твоя. И пошел он тогда пить горькую на могилу этот солдат такая песня есть. Как служил солдат службу долгую. Вот такая история. Это хорошо же, что охраняет солдат. Солдаты нужны. Это положительно, но если отрицательная. Короче говоря, это надо себе такую установку сделать, что человек должен видеть обязательно отрицательную сторону того, что происходит, и положительную сторону того, что происходит обязательно. Потому что если он этого не видит, вот я спросил, у нас есть демократия, вы сказали, так, а когда стреляли из танков по белому дому, это демократия была? В ее крайних проявлениях. Ну, а что, все-таки народ же. Какой народ? Военные. Вот танки подогнали и стали лупить по верховному органу демократическому парламенту. У нас парламент был буржуазный это или не буржуазный? Это 93-й год. А у нас буржуазный строй утвердился в 91-м 91-м году. Значит, это у нас был буржуазный орган, буржуазный парламент. Если бьют из танков по буржуазному парламенту, это как называется? Не знаете? Это похоже на борьбу преступного друг против друга. Нет, вы все хотите, это все похоже, мало ли чего похоже. Я скажу, что вы похожи на памятник Петру. И что вы, мало ли чего скажу. Как вы похожи? Я же спрашиваю, что это такое? Вы не смотрели этот фильм про это? Не смотрели, как показывало CNN, как эта стрельба была? Наверное, не смотрели уже по возрасту. Это же ужас был. А что такое ужас? Это террор. Террор ужас. А что такое террор? Что такое открытый террористический диктатур? Как называется? Наиболее реакционных, наиболее шевернистических элементов финансового капитала. Как называется? Фашизмом это называется. А у нас нет финансового капитала. Ну, только американский помогал. Не обязательно вам его иметь. Вы не знаете, что в эти годы у нас везде сидели американские советники и стреляли в защитников, даже не в защитников, а в тех, кто готовился к штурму этого самого Верховного Совета со стороны американского посольства. Недалеко А может демократию превратиться в фашизм? Можно. А вот а Гитлера избрали демократическим путем? Да, видите как, то есть все это переходит. Поэтому это все связано, переходит одно в другое. Поэтому нужно все время различать, что с чем мы имеем дело. вполне определенное. И никогда не путать все-таки прогресс с регрессом. Некоторые говорят, надо, мы за изменения. Вот вы за изменения или не за изменения? А? За изменения. Ну так сейчас вот придут и у вас все отберут. Отдайте мне свой телефон, это будет изменение. Давайте вот сюда. Это же изменение, вы же за изменение, давайте сдать. Вот видите, говорит за изменение, а какая-то беспринципность проявляется. Отдать надо его, еще поближе себе. Нет, чтобы отдать мне телефон, а поближе к себе. Зачем вам телефон? Все, у вас нету. Это изменение. Если вас вообще нету, выгнать вас из университета. Это же изменение будет. из университета. это как один человек говорит, кругом чтобы было белое и вода. Думал, что он на север попадет, загадал себе такое желание, а оказался в туалете где-то кругом белое, паянсовое и вода течет. Тоже изменение. Изменение. А сохранение не должно быть. А вы не хотите сохраниться. То есть надо понимать, что а бывает изменение прогрессивное? Регрессивное. Может быть изменение хуже, может лучше. Как может быть мы хотим перемен? Песня такая была. Вы хотите перемен? Хотите, да? Ну давайте всем мне отдавайте все ваши телефоны. Я пойду сейчас продавать по дешевке продам на первом этаже. Это будет же перемена? И вас приглашу между прочим перекусить в буфет. По стакану чая налью. Утешительного. Это все перемены будут. А что такая сквокота все читаем, лекции слушаем. Скучно. Это будет весело. Главное прячь себе этот телефон. Все равно у вас вы еще его не заработали. Это родительский телефон. То есть вы о родителях заботитесь. А? что вас заставляет так думать, что они меня приобрели? Ну, как приобрели? значит есть тенденции прогрессивные, есть тенденции регрессивные. Регрессивные тенденции могут быть и в технике, и в природе. Правильно? Обвал, осыпи, разрушение, наводнение и так далее. Пыльные бури, налеты саранчи, да? Это же что? Прилетела саранча и все съела. Все съела, все, что тут росло, все съела. Страшное дело. У нас еще на нашей территории с этим борются, но и к нам прилетают иногда. То есть это нужно очень строго различать. Ну, а теперь, когда мы говорим об обществе, то в обществе бывают не просто тенденции реакционные и прогрессивные, они же чем-то поддерживаются. Вот я говорил о ваших недостатках. Вы этим недостатком поддерживаете положительные тенденции или отрицательные? Вот, отрицательные. А у вас тоже есть недостатки? Нету? У вас есть, знаете, какой у вас недостаток? Вы лжоки. Это раз, в чем, так, открытые лжоки. Есть у вас недостатки? Это первый у вас недостаток. Что? Потому что заблуждается. Ну, Ну, что, если заблуждается? Если по заблуждению, если я буду говорить, что дважды два, семь. Это же ложь? Это ложный вывод? Ложный? Нет, я должен признать, что это ложный же вывод. Вам доказывают, вам доказывают, что это неправильно. Я говорю, как же так вышло-то? Я буду думать по-другому. У вас тоже, у вас тоже есть недостатки. Вы их это хотите скрыть? Я ее оставлю в покое, вот у вас есть недостатки. У вас есть недостатки? Да, нет. Они в положительном проявляются, или в отрицательном? Отрицательном. Вот вы займитесь исправлением своих недостатков. Вот. Если вы будете заниматься ими, они у вас исчезнут, думаете? Нет. Какие-то возможно. Вот. Какие-то возможно исчезнут. То есть, вы понимаете, что вы поддерживаете негативными тенденциями, своими недостатками в нашем обществе? Понимаете, нет? Ну, может быть. Что значит может быть? Что? Вы негативными своими, то есть, вы своими негативными действиями поддерживаете что-то хорошее. Как же, если вы поддерживаете хорошее, зачем вы на себя похлёп-то возводите? Если они у вас негативные, так они поддерживают негативные тенденции, а хорошими действиями хорошие тенденции, положительные поддерживают. Значит, какой мы получаем вывод? Что нельзя считать, что наличие негативных тенденций это результат действия только отрицательных каких-то личностей, правильно? А как называются такие личности, которые в целом характеризуются или тем, что они проводят что-то позитивное, или в целом они проводят что-то негативное? Есть такие люди, которые последовательно, прежде всего, характеризуются тем, что они негативные тенденции отстаивают, не имеют какие-то недостатки, вот как вы, как вы, а это для них целое, а наличие достоинств это отрицание. Может такое быть? Вот как называется? Те люди, которые поддерживают позитивные тенденции, прежде всего, и это главное дело, которое они делают в своей жизни, т.е. они поддерживают, развивают прогрессивные тенденции. Это какие люди? Как их назвать, а? Оптимисты. Как? Оптимисты. Оптимисты. Оптимисты, я вот оптимист, я думаю, что вы сделаете все хорошо, а я доделать ничего не буду, я просто оптимист, надеюсь, что вы сделаете, а я еще и лентяй, я могу быть лентяем-оптимистом. А это носители позитивных тенденций, они не просто сидят и радуются, что если что-то хорошее кто-то это делает, а они сами это хорошее делают, вы собираетесь сами хорошее делать или будете просто оптимистом? Вот, значит, то есть люди, которые не просто оптимисты, а которые творят новое, развивают общество, развивают положительное в обществе и так далее. Вот эти люди, которые последовательно осуществляют прогрессивные тенденции, как они называют? Реформаторы. Почему реформаторы? Реформаторы, а если революционеры? Что же, они не делают прогрессивные тенденции? Вот буржуазные революционеры, вам не нравится Робеспер? Мне все нравится. Я чувствую, как наш губернатор, ему что-то не понравилось Робеспер, он взял и убрал набережную Робеспера. Непонятно, он вроде у нас губернатор, он же буржуазный, у нас сейчас же буржуазный строй, а Робеспера это же буржуазный революционер. Ну, не коммунистический, не феодальный, и не рабовладельческий, рабовладельческий и Спартак. Команда Спартака осталась. А Робеспера набережную убрали и сделали Воскресенскую. Почему? Потому что церковь там была Воскресенская. Так буржуазия-то, она же отделила церковь от государства, а что же губернатором честь какой-то церкви называет? Ну, как-то так-то нехорошо. А почему? Недостатки у него тоже есть. Я же не говорю, что он плохой губернатор, я этого не сказал. Есть у него тоже недостатки. Он вам, если будете, ему говорят, он скажет, и у меня есть недостатки. И все, и он выкрутился. А Робеспер попал. Ну, Марат остался у нас, есть улица Марата тоже. Тоже буржуазия-то нет. Знаете, почему не переименовывают улицу Марата? Почему? А она называлась раньше Грязей. Что-то никто не поднимается, чтобы ее в Грязи переименовать. Вернуть ей историческое название. Или вот есть под Нижненогром, такое было Нахабино, а сейчас называется город Дзержинск. Никто ее не переименовал в Дзержинск, потому что никто не хочет в это... Или Растяпина, нет, Растяпина, да, Растяпина. Никто не хочет в Растяпина превращать обратно. Ну, там писатели вообще, о писателях мы не говорим. Чем провинился Салтыков-Щедрин? Он много очень критиковал властей, правда, Салтыков-Щедрин? Он тут беспощадно критиковал всяких дураков. И что теперь, как называется улица Салтыкова-Щедрина теперь? Не знаете, Киротчина. Такой писатель известен вам, Гоголь? Русский, великий русский писатель Гоголь. А где улица Гоголя? А нету. А чего это теперь есть? А это теперь большая, малая морская. А Герцан? Вот Герцан, он точно провинился, потому что он там с этим колоколом начал будить этих революционеров-расначинцев. Разбудил, и потом пошли эти революции. Надо было переименовать. А улицу Герцана, знаете, вот она как раз, туда как раз в арку главного штаба так проходила, где был штурм Зимнего дворца. Ну, убрали. Ну, это писатели, бог с ними. А вот тут прямо буржуазные революционеры. А у нас буржуазная, можно сказать, контрреволюция произошла. На радостях надо было приподнять. А церковь буржуазия отделила от государства, а школа от церкви. Мы же знаем же, что вы. Мы в школе изучали про буржуазную революцию, что она это разделила. Пожалуйста, веруйте, никто вам не запрещает. Ну, не надо это делать государственной политикой. Как называют тех, которые стоят в церкви, сами неверующие и держат свечки. Как бы вы назвали? Вот если я сейчас встану, а? Ну, это очень так сильно уж вы... Это правильно то, что вы сказали. Называются подсвечники, чтобы так мягко звучало. Ну, такие разные подсвечники бывают. Живые. Бывают там бронзовые. А это вот стоят подсвечники. Вы верите? Человек 50 лет не верил, не был в КПСС, а теперь он стоит со свечой. Как вот сама религия относится к попам, растригам, а скоро верили, потом перестали. Их куда-то никуда не пускать. Правда? И не любят их. Значит, носители прогрессивных тенденций. Вот это люди, которые последовательно отстаивают прогресс. Носители прогрессивных. Есть люди путанники и туда, и сюда, и такой, и сихой. А вот есть люди последовательные, которые... Последовательные тоже имеют отрицательные качества, правда? И у них все равно есть недостатки. И таких людей, которых без недостатков нет. Если кто есть, скажите, пожалуйста. Есть такие? Нет? Никто руку не поднял. Чего вы не подняли руку? Ну, слава. А я говорил, что она лжет. Она лжет, но не лгунья. Потому что лгунья – это общая характеристика. Целая. А про целое нельзя так сказать. Если я так сказал, это было бы неправильно. А солгать? Может быть, иногда нужно и солгать где-то. Особенно на занятия. Не так сказать. Не то дело. Может, это военная хитрость. Когда Владимир Владимирович рассказывал, что вот эта форма, в которой в Крыму все в зеленом ходят, так это в любом можно купить в магазине, в военторге. Пошли потом, эти все повторяли, повторяли журналисты. Потом пошли в военторг. Такое не нашли форму. Ну, похоже, вы нашли. Военная хитрость в чем состоит? Вот если я борюсь с вами, что нужно сделать? Обмануть надо вас, чтобы вы не заметили, как я подкрался к вам, обманул и захватил. Ну, как вы себе представляете? Вы представляете военные действия? Выкрасть надо, что-то сделать. Пойти. А хитрость это без обмана не проживешь? Если хитрость. Так, а как вот те люди, которые последовательно отстаивают отрицательные тенденции? Как их называть? Да, это носители отрицательных тенденций, регрессивных, реакционных или реакционеры. Это вот прогрессивные люди, а это реакционеры. Вы кем хотите стать? Прогрессивным человеком или реакционерской? Мы с ней заодно. Оказалось, что у нас спор же был, у нас же не конкуренция. Вот, поэтому это очень важно. И надо понимать, что откуда такая сила этих вот отрицательных тенденций? Да, сила в том, что все наши недостатки их поддерживают, правильно? То есть поддерживают эти негативные тенденции не только вот эти самые носители. Носителей не так уж и много. Как вы говорите, но их можно вычислить, применить против них меры, в том числе судебного характера и так далее. Хотя это тоже непросто, потому что вот с мошенниками почему трудно бороться? Что такое мошенничество? Как вы думаете? Кто знает? Ну конфликты такие не будете что ли разрешать между мошенниками и честными людьми? Вы не собираетесь разрешать такие конфликты? Может быть и будете. А кто такой мошенник? Человек, который обманывал, достигает каких-то целей. Не просто, а кто обманщик. Кто-то обманщик, а это мошенник. Это отдельная категория. А вы как считаете, кто мошенник? Если вы не знаете, вот с вас и обманут. А вы хоть знаете кто-то такие мошенники? Меня-то хоть не подозреваете в мошенничестве? Знаете, приходят, представляются профессорами. Вот, там-то у меня проверяли. А чего вы? Вот для чего народ? Смотрите, никто. Так в том-то и дело. Посмотрите, вот приходят, ничего не спрашивают. Меня хоть знаете, как зовут? Откуда вы знаете-то? А я вас видел. А, если видел. Так еще видел. Все меня видели. Да, мы все вас видели. И что? Мы знали, что это вы заранее. У вас в мучках литвейдии есть. Да, не сверим. Ну ладно. Продюсер, следую. Хорошо. Хорошо, ладно. Меня опознали. А я вас еще не знаю тогда. А вы вообще действительно студент? А вы? Вообще-то остальных студентов я знаю, а вас нет. А вы действительно студент? Я говорю, вы как докажете? У вас зачетка есть? У меня есть билет студенческий. Билет есть студенческий? А, я теперь учусь. Верю, да. Нет, не верю. Давайте билет. Так, а знаете, что все вот мошенники первое, что делают? Что они делают? Ксиву. Конечно. Ксиву. Вот это первое, что нужно сделать. Мы с моим товарищем, доцентом Михеевым идем по университету. Заходим в ректорат. Я говорю, здравствуйте и прохожу. А он, значит, ксиву показывает это свое и начинает изучать. Потом дальше, там второй контроль. Идем в отдел кадров. Опять я говорю, здравствуйте и прохожу. А он, значит, ксиву показывает. Опять он внимательно смотрит на него, на него. Вот он меня спросил, Михаилович, а чего это вас-то не проиграет? Да я говорю, у вас же ксива. А если ксива, это подозрительно. Потому что ксива есть у каждого жулик. А мне-то зачем ксива? Я же не жулик. Поэтому, ну, могут с меня тоже потребовать. Ну, если я ей не показываю, никто ей не требует. Спасибо. Я убедился, что вы студенты этой группы. Все, приходите на экзамен. А все остальные еще не знают. Так вот, мошенничество, дорогие товарищи, это злоупотребление доверием. Так вот записано прямо в уголовном кодексе. Злоупотребление доверием. Вроде хорошее такое. Людям надо доверять или нет? Надо. Всем, что ли, доверять? Нельзя всем людям доверять. Вот у Ленина есть такие два высказывания, которые на меня очень повлияли. Когда я их прочитал, первый раз даже обиделся. Написано. Тот, кто в политике или в экономике верит на слово, тот круглый дурак. Думаю, надо же вот прям так вот. Вроде как я, как вы настроен, так. На слово. Как не верить? Вот хороший человек, я ему не верю. Читаю дальше, а там дальше написано. Кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. А вот действительно вспомните, сколько у нас было. Гермес Финанс, Властелина, Это Леня Голубков, Голубков, помните ММН? МММ, сколько же это обменивает? Этот самый, Мавроди обманывал, обманывал, сколько людей обманывал. Ужас. Сколько миллиардов он из них вытянул. Сами отдают. Хопер Инвест, еще была такая фирма. Собирает деньги. А сколько вот стоит, вот я живу недалеко от Светлановской площади, там стоит большое-большое высоченное здание, которое написано было в 2010 году. Вот. Сейчас какой? 18-й. Ну, люди сдали там больше, чем по 2 миллиона каждый. За каждую квартиру. А квартиры нет. А прошло уже 10 лет с момента, как вот они сдали. А почему? Поверили. Есть другое правило. Доверяй, но проверяй. Вот я ему доверяю, но я проверил, он действительно студент. Я точно про него-то, я точно знаю, что он студент. Вот, у нас теперь с ним не просто, у нас не доверительные отношения, а мы твердо знаем. Он знает, что я, я знаю, кто он. У нас очень надежные совершенно. Мы если в разведку, то идем с ним. Потому что тут мы знаем, что это мы, а там другие не знаем, потом куда они пойдут. Кто впереди будет? Кто впереди будет? Ну, вы, конечно, кто же впереди. Если тяжело, если трудно, а если легко, то я впереди. Итак, и сколько этих вот носителей, таких последовательных, в общем, их немного в обществе. В любом обществе, вот сейчас вы можете выделить носителей отрицательных тенденций, их немного. И в социалистическом обществе носителей отрицательных тенденций сравнительно немного. А носителей позитивных тенденций много. Последовательных тоже немного. Он вот все хорошее-хорошее, а где-то какую-то обязательную. Делает гадость. То есть это вот большая проблема. А насколько последовательные действия зависит от того, насколько глубоко человек понимает противоречивость общественных процессов. И настолько он выдерживает вот позицию прогрессивной стороны и этого противоречия. Это трудно сформулировать, трудно понять, трудно ее занять, эту позицию. Для этого надо видеть картину целого. А у мошенника есть положительные качества? Да, он умен, наверное, и сложно. Да, вот он и... Да, и он очень... Он хорошо, очень ласково разговаривает с людьми. Высывает доверие. А раз он вызывает доверие, он этим зловерием и злоупотребляет потом. Вот такая штука. Поэтому мы с вами, значит, вовсе не тех называем носителями позитивных тенденций, у которых есть положительные качества. А только тех, кто последовательно осуществляет вот эту линию на развитие, на прогресс. А носителями негативных тенденций не тех, у кого есть такие поступки негативные. Мало ли, что человек, вот у него негативный поступок был тот или иной. А важно, кто он, если он последовательно в этом направлении действует. То есть мы оцениваем по действиям, по обещаниям или по разговорам. Это вот выборную кампанию оценивают по всяким обещаниям. По этому поводу даже есть такой околовыборный анекдот насчет того, что вот сделали опрос по отношению к кандидатам в депутаты. А одни, значит, 20% избирателей послало их на. Еще 20% к. Еще 20% в. Остальные не определились. Поэтому это другая тут сфера, другая картина. То есть мы судим не по обещаниям, не по заявлениям, не по словам, не по предположениям, не по глазам, не по выражению лица. А как надо оценивать людей? По поступкам. По поступкам. Вот золотые слова. Позвольте на этом и закончить лекцию. По поступкам. Спасибо. Спасибо.